Продолжение следует... 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 Но нам нужно почему-то дойти до какого-то предела, чтобы сегодня принять это. Наверное, на ошибках учатся, но я хочу сказать о другом. Друзья, я ничего нового не скажу, и то, что мы когда-то не слышали, и то, что мы не говорили на позвания какие-то, не делали. Но вы понимаете, мы просто подрываем, мы просто себя как народ, как нация, как государство уничтожаем. Сегодня я хотела бы призвать всех своих наших коллег еще раз, как я обычно люблю говорить, давайте сядем и поработаем, давайте примем абсолютно правильное, единственное правильное или какое-то такое консенсуальное решение. Не то, чтобы решение, которое было бы там за или против, или чтобы было какое-то противостояние, просто, может, пришли бы к какому-то правильному решению. Мы же создали все атрибуты нашей власти, мы создали суды, Верховный суд, Конституционный суд, и же все с ними, понимаете? Давайте решать уже, пойдем по пути выборы, когда вот вы же не согласились, да, оппозиционная часть наших депутатов не согласилась, и часть населения согласилась с выборами, да, пошли по законному пути. Давайте в очередной раз проявим просто мудрость и проявим, сядем, да, ну, я, может, кому-то, конечно, не очень нравится, но я высказал вам свою точку зрения, я сейчас закончу, вот, и поэтому я, как бы, всех наших коллег призываю остаться, поработать, и не обязательно это должно быть с камерами, сейчас это, как бы, официальная часть, а потом посидеть и подумать. Спасибо большое. Наталья Викторовна, в чем я с вами соглашусь, конечно. Никто не против реформ, тем более, и я был кандидатом в вице-президент, и про эти реформы неоднократно сам говорил, я полностью согласен с ними, но с чем мы столкнулись? Вот сегодня, например, и до этого, да, люди, ну, как вы говорите, оппозиционного толка подали иск в суд. Мы видим, как суди собирают, мы видим, какое давление идет на суди. Сегодня даже, я первый раз посетил судебное заседание, когда обратились в сторону адвокатов Рауля Джумковича, почему-то прокурор подорвался и начал защищать. Ну, его вовремя успокоили. Заинтересованная сторона стала у нас прокуратура, к сожалению. Это то, что мои глаза, нет, это то, что мои глаза видели. Мы знаем, что произошло с тем же судьей Андриком Борцис. Мы знаем, что у того же судья Кварча подошел срок, и что ему говорили, и как ему говорили, чтобы продлить этот срок. По сути-то дела у нас судебная власть не является самостоятельным органом. Почему? Потому что президент представляет кандидатуру судьи, и тем самым он становится зависимым от президента и принимает незаконные решения. Все просьбы оппозиционеров, обычных людей, все просьбы были, чтобы приняли законное решение. Но его нет. И мы понимаем, что его и не было бы. Но пока мы там судимся, лично я свое мнение говорю, я не говорю, что оно должно быть именно мое мнение правдивым. Но пока мы судимся, мы видим, что у нас в стране происходит. Да, послевоенное время примерно что-то такое у нас происходило, но это было послевоенное время, когда Владислав Григорьевич смог в свои руки взять ситуацию и повести нас вперед. А сейчас что мы видим? Ближайшее окружение, извините меня, охрана президента, это не просто мы говорим охрана президента, это люди, которые работают в специальных органах, которые охраняют главу государства, которые слышат все секреты и совершенно секретные документы видят и слышат, находясь при нем постоянно. А мы что видим? Что эти люди замешаны в убийствах людей. Мало того, до этого мы видим, какие похищения были. Мы все понимаем и все даже в фотографиях отражены, что это были именно приближенные к главе государству люди. Это накипело у всех. Естественно, не должно было произойти то, что сегодня произошло. Несколько дней ранее лично я и еще много людей призывали, чтобы все шло в законном русле, люди были арестованы и все шло именно по закону Республики Абхазия. Но нет, этого нет. Министра внутренних дел Раул Джункович не снимает, пока люди не собрались. Хотя видят, в какой хаос привели саму структуру эту тоже. Пока люди, к сожалению, не собираются у нас под окнами, никакого решения мы не принимаем. В данный период времени я вам скажу, что происходит. Идет оттяжка ситуации. Может быть, даже подготовка к штурму, к зданию сейчас, где находятся наши граждане Республики Абхазия. Я призываю Рауля Джунковича отказаться от кресла, принять сторону народа и для объединения народа, чтобы никто не пострадал. И, слава богу, сегодня никто не пострадал серьезно здесь. Чтобы никто не пострадал. Провести выборы очередные президента Республики Абхазия в законном русле, в спокойной атмосфере. С 2004 года у нас это противостояние не закончилось. Но, извините меня, мы видим, откуда она идет и почему она идет. Когда мы принимали бюджет, я был против. Я вернусь даже к бюджету этого. Ставьте бюджет. Нет, я не оставлю бюджет проходит. Мы смогли прекрасно, нет, мы смогли прекрасно, три экстренные сессии, нет, нет, мы три сессии смогли прекрасно провести, и экстренные, и не экстренные, и не очередные. Сегодня я считаю, что нужно поставить любое предложение, то, которое депутат считает нужным, он имеет на это право. Лично я выхожу с предложением в парламент Республики Абхазия на экстренном заседании принять обращение к Раулю Джумковичу, дабы не допустить столкновения людей. Вот лично я свое мнение говорю, и я буду выступать с этим предложением к депутатам, к своим коллегам. Спасибо. Рад видеть, моих коллег давно не видел. С другой стороны, ситуация для нашей встречи могла бы быть более приятной, конечно же, но этого не случилось. Я во многом соглашаюсь с моим коллегой Натальей Смир. Это уже было, мы это видели, но есть существенные нюансы, которые отличают сегодняшний день. От 27 мая 2014 года, также от 27 мая отличалось от 2004 года. Есть определенный факт, который случился. Очень много протезий имеют стороны. Мое отношение, состоявшись с выбором, вам известно. Я до сих пор считаю, что закона избранного президента у нас в Абхазии нет. Сегодня это здание, парламент, вы бы видел чудеса правовой эпидемистики. Я не знаю, кто это сказал, но очень емко это было сказано. Сегодня надо принять решение, в соответствии с которым мы могли бы локализовать возможное насилие. Возможное насилие, которое может быть. Я вас прошу, мои дорогие коллеги, каждый из вас наделен большим жизненным опытом. Многие из вас смотрели в глаза смерти. Ничего дороже человеческой жизни нет. Это самая дорогая вещь. Давайте мы не будем давать возможность, давайте мы не будем выращивать или взращивать какую-то ложную надежду в чьих-то сердцах. Давайте мы свое отношение к тому, что произошло, как парламент, выскажемся. Я тоже за то, что парламент принял обращение, хотел бы подчеркнуть, что единственный, ну а в всяком случае ни у кого из граждан, из-за политических акторов не вызывает сомнения легитимность парламента. Если в отношении судейского корпуса тоже, безусловно, он легитимен, но какие-то судьи находятся под возможным влиянием, они находятся, у кого-то сроки стекают. Здесь мы имеем дело с самим собой, с нашей совестью. И если сообразно совести решение будет принято, я думаю, мы избежим возможного насилия. Давайте мы сделаем обращение к гражданам и обращение, я его президентом назвать, к сожалению, не могу, к господину Хаджинбану. Все можно направить в цивилизованное русло, все эти раны, которые мы нанесли друг к другу, а я знаю, о чем я говорю, вы это знаете тоже прекрасно, мы это все залечим, время залечить, дети наши все залечат. Не стоит цепляться за вчерашний день, он ушел, его нету, есть только сегодняшний день, и давайте мы не будем портить завтрашний день. Все, кто собрался, имеют свое мнение, и они все за то, чтобы у нас в государстве было все нормально. Естественно, сложилась такая ситуация, не нужно воспринимать ни господина Хаджинба, никого в каких-то враждебных красках. Жизнь как бы многообразна, должности, они приходят и уходят, мы все здесь остаемся, и мы должны смотреть друг другу в лицо и завтра, и пусть и завтра. Бывают ошибки, они бывают иногда очень серьезные, бывает, когда теряется авторитет. К великому сожалению, у нас уровень авторитета власти, к сожалению, на сегодняшний момент стал очень низким, и мы все, собственно говоря, должны быть заинтересованы в том, чтобы это привести в соответствии с Конституцией и поднять авторитет уровнем власти. Возможно, я думаю, что те люди, которые поехали, наши коллеги, я совершенно уверен, что они донесли всю информацию правильно и услышали. Если вы послушали, они выразили очень такой тонкий момент и сказали, что пока я не готов, это некий момент, где человек, в принципе, видимо, осознает ситуацию. Мы должны очень спокойно и корректно пройти эту ситуацию, не делать в данный момент никаких лишних, ненужных движений, и, видимо, еще раз. Бывают такие ситуации, как и в жизни, как и во власти, но так получилось, что на сегодняшний момент уже, конечно, авторитет власти дошел до такой степени, я имею в виду исполнительный, в частности, в лице исполняющего обязанности президента господина Хаджинба. Я думаю, что он это тоже, видимо, наверняка осознает. Давайте мы, как парламент, свое мнение скажем, вернее, обратимся с просьбой, думаю, что он тоже послушает нас. Наше мнение, как бы, думаю, что тоже он не является никому здесь ни врагом, ни кем. И мы должны с пониманием тоже ко всем, ко многим вещам отнестись. Но сложилась такая ситуация. И мы должны к этому отнестись по-человечески. Думаю, что я считаю тоже, что нужно обратиться, выразить свое мнение. И мнение нашего парламента президенту, что мы думаем, как поступить. Я думаю, что в этом я согласен с ныне, с до меня выступающим. Думаю, что надо предложить президенту все-таки уровень доверия, видимо, общества и так далее. Вот в какой-то момент, на сегодняшний день, кульминационно достиг такого уровня, что мне кажется, что нужно предложить президенту. Ну, думаю, что это будет красиво, если он, как бы, поймет эту ситуацию. И послушается, думаю, если парламент такое примет решение, подать в отставку. Думаю, это будет наиболее такое для всех. Единственное, я как бы рад, что все депутаты парламента, вне всяких партийных и прочих дел, относятся к этому вопросу с пониманием и без всяких личностных моментов. Что происходит в нашей стране? Мы избраны от народа, мы избраны в том числе избирателей наших людей. Все люди, которые сейчас стоят, здесь ждут решения от нас. Поэтому никакие сейчас реформы, о которых мы сейчас пытаемся говорить, это уже не к месту. Это надо было об этом думать раньше. Мы об этом почему-то раньше не принимали решения. Поэтому сейчас, да, поэтому сейчас я считаю, что никаких реформах говорить не надо. Сейчас надо говорить только об одном. Для того, чтобы ситуация не накалялась, чтобы не провели никакие столкновения, чтобы не произошла какая-то кровь, понимаете, надо единственное верное решение нам, как депутатам, принять. Единственное, все остальное, все остальное, это сейчас будет забалтывание разные темы. Эта власть, этот режим, я ее хотел назвать, а здесь тоже говорил уже об этом, должен уйти. Вот когда этот режим уйдет, тогда уже можно будет говорить о каких-то других делах. Иначе ничего не получится. Никакое решение ни суда не будет, никакое решение ни других органов не будет. И в том числе я считаю, что вы, уважаемые коллеги, мои коллеги, депутаты парламента, те, которые так или иначе как-то зависят от сегодняшнего режима, вы тоже должны принять единственное верное решение. Вы видите, что происходит в стране. Поэтому не надо накалять сейчас уже. Не должны мы этого делать. Ни в коем случае. Потому что если сейчас у нас будет неверное решение, это сейчас не будет верное решение, это будет иметь очень серьезные последствия. В том числе и нас, как депутатов. А зависимость я имею в виду, когда принимаются решения нами, парламентам здесь, в угоду власти. Мы все это тоже прекрасно помним. Поэтому я не хотел бы сейчас, я хотел бы к вам обратиться, уважаемые коллеги, и принять единственное верное решение сейчас. Потому что все виноваты в том, что произошло сейчас. И то, что ситуацию довело, все виноваты. И поэтому все должны нести ответственность. Вот то, что люди пришли сюда, это не спонтанно случилось. Это все следствие того, что происходит в последние годы. И вы все это прекрасно понимаете. И мы все об этом прекрасно говорим. Я не обращаюсь к Крауле Хаджинба. С ним уже все понятно. Я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. К вам принять решение. Мы, на мой взгляд, должны собрать сессию, сейчас экстренную сессию, чтобы не произошло сегодня, позже, утром или когда-либо. Собрать сессию, принять решение на этой сессии, постановление принять. Если мы не будем нарушать Конституцию, как нарушили в 2014 году, но мягкий вариант, это имеется в виду призыв Краули Хаджинба о том, чтобы он сам добровольно сложил свои полномочия. Добровольно. Если добровольно это не произойдет, но за последствия он будет нести всю ответственность, все то, что происходит. Заявляет он сегодня, читаем мы эти заявления, что чрезвычайное положение хочет вести. О каком чрезвычайном положении? Оно на, чтобы грузины напали, что ли? О каком чрезвычайном положении он хочет водить? Он сам довел ситуацию в то, что сегодня происходит в стране. И сам должен за это отвечать. И ни одно кресло, и в том числе президентское кресло, не стоит ни одной смерти или какой-то трагической ситуации в нашей стране. это ключевой момент, уважаемые коллеги. Поэтому мы со всеми с вами в хороших отношениях. Я хотел бы, чтобы вы все это восприняли и услышали мнение народа. Спасибо. Выйдите вон туда и послушайте, что люди говорят. Это наш народ. Я не назвал бы заявлением, но так как у нас 35 избранников, и мнение у каждого может быть разное, не всегда совпадающее с большинством. Это совершенно неважно. Чтобы не повторилось то, что было в 2014 году, а ключевым было то, что Ахазик стал против Абхаза по разным причинам, что это хорошо или плохо, история скажет, может, чуть позже, если сегодня мы не способны это оценить. То, что происходит сегодня, для меня совершенно неважные фамилии актора, так назовем. Я призвал бы к тому, что, может быть, то, что мы не сделали, тогда сделать сегодня. Вот и все, о чем вы говорите. Когда мы говорим о потенциальном насилии, единственным рецептом от этого может быть просто хотя бы сесть и поговорить, услышать, или хотя бы попытаться присесть и договориться. Тот же несправедливый суд, это тоже предмет переговоров, получается. Тоже потенциальное насилие или введение, что это что, не предмет переговоров, что... Вот так мы бьемся. Вот так бьемся. Вот так бьемся. Каждый раз. Вот так. Хорош уже биться, уже. Хватит. Витрами и мельницами боремся. Одно, бэр, 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 бэр. Один разговариваю. Да, да, вы, слушай. За будущее страны? За будущее страны мы говорили уже много раз об этом. За будущее страны. Я за мирное решение. А кто говорит, что за мир? Конечно, за мирное. Да, конечно. А какое другое может быть решение? На меня, как на решительника или противника, я стараюсь быть третейской. То есть парламент призывает... Здесь никто не говорил никогда о каких-то немирных путях. Парламент оказал мне высокое доверие, дилегировал правду Джунковичу. Я немного отказать. Поехал и передал все, что все, о чем вы меня просили. Парламент оказал, что видение ситуации у нас у всех, ну, по крайней мере, не одинаковое. Говоря о видении ситуации, имею в виду больше выхода из сложившейся ситуации. И то, что вот сейчас говорил наш коллега, он на самом деле это не говорит как адвокат. И в этом ему, его нельзя упрекнуть за эти два с половиной года. Ни его выступления, ни его голосования не свидетельствует о том, что он все делал, чтобы быть угодным этой власти. Человек говорит о том, что помимо присутствующих здесь граждан Абхазии, есть еще и немалая часть граждан, которые эту ситуацию видят по-другому. И он, я думаю, я поддерживаю этот призыв. Не призывает к тому, что ради бога, если президент уходит в отставку, никто не возражает. Если назначается дата новых выборов, никто не возражает. Это нормальный путь, выборы были и даст бог, будут. И на этом абхазское государство не должно заканчиваться. Но насколько это можно сделать безболезненно? Мы сегодня говорим о том, что да, там кто-то может собраться, прийти. Я не думаю, что президент может взять на себя ответственность за кровопролитие и попытаться штурмовать это здание. Ради того, чтобы вывезти отсюда тех, кто здесь находится. Все это наши граждане. У нас ответственность не только перед собравшимися, но и ответственность перед теми, кого здесь нет. Если можно, давайте. Это мое предложение. Ради бога, тут были до меня предложения. Давайте. Нам некуда отсюда уходить, пока мы не подготовим документы, не обсудим. Давайте еще раз в спокойном режиме, возможно, без присутствующих поговорим, обсудим ситуацию и придем к наиболее правильному решению, как все это сделать безболезненно, принять то или иное решение. Это было бы уважением друг к другу. Ничего другого я сказать вам не могу. Решение принимать нам всем. Постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия в связи со сложившейся напряженной общеполитической обстановкой в Республике Абхазия и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве, Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет в соответствии с частью 2 статьи 87 регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия обратиться к президенту Республики Абхазия Хаджим Бараулю Джунковичу воспользоваться статьей 65 Конституции Республики Абхазия и подать в отставку. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.